Как влияет наличие или отсутствие первичной опухоли на эффективность последующей лекарственной терапии и на выживаемость наших пациентов? Итак, исторически. Действительно, в эру цитокиновой терапии всё было определено, существовали рандомизированные клинические исследования, на основании которых мы валидизировали замечательную прогностическую шкалу, предложенную и внедрённую в клиническую практику Робертом Модзером, хорошо известную МСК-ССИ. Далее наступила эра таргетной терапии, и мы получили результаты рандомизированных клинических исследований в виде сюртайм и кармины, и у нас было очень много вопросов к этому исследованию. Во-первых, к организации проведения самого исследования, во-вторых, к тому, что зачастую в реальной клинической практике мы не видели подтверждения того, что нам не нужно выполнять нефрактомию у больных с промежуточным и неблагоприятным прогнозом. И на этом же этапе была валидизирована прогностическая шкала МДС. На сегодняшний день мы пользуемся этими шкалами, но мы должны понимать, что всё-таки разработанные они были совсем не на биотерапии, совсем не на иммуно-онкологической терапии. Итак, нет рандомизированных клинических исследований, нет действительно прогностических шкал. Что делать хирургу, удалять или не удалять? И если мы всё-таки придём с вами к выводу, что надо удалять почку при метастатическом эпохолевом процессе, мы должны определить всем, не всем, кому и когда. И действительно нет маркеров чувствительности опухоли к последующей или предыдущей, или как мы на сегодня её называем, к инициальной лекарственной терапии. Действительно большое количество исследований, для того, чтобы вам их представить, я взяла за основу публикации только последних двух лет, и вот одно из них. Например, аналитический обзор, включающий в себя 30 исследований, 3 рандомизированных, 27 когортных, куда уж выжжет оказательная база. И вы видите, что значимое преимущество в общей выживаемости на 45% снижение риска смерти у пациентам, которым выполнили нефрактомию. Но обратите внимание, годы исследований, которые были включены сюда, 2011-2022, без указания о том, какая это была терапия. Да, конечно, большинство этих исследований основывались на результатах таргетной терапии. Одно из этих исследований перед вами. 1910 пациентов разделили на три группы. 972 получали только системную терапию, 605 – циторедуктивную нефрактомию, потом терапию. И 7% терапию, потом циторедуктивную нефрактомию. Но, обратите внимание, когда я обратилась к первоисточнику, то есть к полнотекстовой статье, выяснилось, что среди них только 23% получили именно терапию с применением иммуно-онкологических препаратов. Поэтому на основании этого исследования, куда включено 1910 пациентов, невозможно сделать вывод о том, нужна нефрактомия или нет, если мы планируем проведение терапии с использованием чекпоит-ингибиторов. Кроме того, пациенты из группы, которым не выполнялась нефрактомия, были старше, чаще имели плохой соматический статус, больший процент плохого прогноза, ну и, соответственно, больше размер опухоли, поскольку им не была выполнена нефрактомия. А вот те клинические исследования, которые содержат репрезентативную выборку и не очень, в которых всё-таки указывались лекарственные препараты, и, в общем-то, эти исследования я выбрала только те, в которых включались иммуно-онкологические агенты, и здесь действительно значимое преимущество по общей выживаемости в пользу выполнения нефрактомии. Что же в рандомизированных клинических исследованиях? Перед вами обобщенный опыт тех регистрационных исследований, благодаря которым мы имеем сейчас в клинической практике авилумаб с оксетинибом, пембролизумаб с оксетинибом, пембролизумаб с линвотинибом, невилумаб с кабазентинибом. И даже сюда включено исследование с отезолизумабом и бевоцезумабом. Итак, те пациенты, которые перенесли нефрактомию, их было 61%, выживаемость без прогрессирования статистически лучше, общая выживаемость 37% снижения риска смерти, те, кто перенесли нефрактомию, частота объективного ответа тоже выше, и по полным ответам, ну тут уж совершенно явное преимущество. Но пациенты, которые перенесли циторедуктивную нефрактомию, были более молодые, меньший процент плохого прогноза и, соответственно, меньше опухолевая нагрузка по сумме таргетных очагов. Еще одно исследование, мне очень понравилось оно по дизайну, поскольку включались только пациенты, у которых были иммуно-онкологические агенты, и их даже распределили в зависимости от того, иммунотерапия дабл или иммуно-таргетная терапия. Во-первых, это исследование на огромном клиническом материале 930 пациентов продемонстрировало, что мы можем таки использовать шкалу АМДС, в частности, для пациентов плохого и промежуточного прогноза, она тоже валидна, в эру иммуно-онкологической терапии. Вы видите 38,9 месяцев у промежуточного прогноза выживаемости по сравнению с 17 месяцев больны неблагоприятного прогноза. Как же распределилась выживаемость в зависимости от прогноза и использованной терапии? Смотрите, для промежуточного прогноза статистически достоверно лучше работала иммуно-таргетная терапия, для плохого прогноза не имела значения иммуно-таргетная или иммуно-онкологическая терапия. А вот как быть с нефрактомией в этом же исследовании? У пациентов в группе плохого прогноза в 3 раза выше оказалась общая выживаемость, если им была выполнена нефрактомия. 32 месяца в группе плохого прогноза нефрактомия, а затем лекарственная терапия. Далее, среди пациентов промежуточного прогноза 50% снижения риска смерти у пациентов, которые таки перенесли цитаредуктивную операцию. Теперь вопрос возникает, когда, на каком этапе выполнять эту операцию? Сразу об фронт или отсроченно, получив какую-то инициальную противоопухолевую помощь в виде лекарственной терапии? 9 клинических исследований, 3157 пациентов из разных стран, от 1 до 3 лет наблюдения. И вы видите, подавляющее большинство пациентов – это операция, потом терапия, 638 – терапия, потом нефрактомия. Ну и статистическая достоверность в пользу того, что сначала мы должны все-таки провести инициальный курс терапии, а далее уже оперировать этих пациентов. Кроме того, перед вами исследование, которое продемонстрировало все-таки монотерапию таргетными агентами. Мы сейчас не сбрасываем су счетов, есть регионы, в которых вообще иммуно-онкологическая терапия недоступна. Как быть в этой ситуации? И вот это исследование попыталось ответить на этот вопрос. Вы видите, что вообще сравнивая таргетную терапию и иммуно-онкологическую терапию, 5-летняя выживаемость оказалась практически вдвое выше, если речь идет о присоединении иммуно-онкологического агента к терапии. А вот в зависимости от времени цидоредуктивной нефрактомии, так вот для таргетной терапии не имело значения, когда удалять почку, до начала терапии или в процессе. А вот для иммуно-онкологической терапии имело значение, обратите внимание, самый нижний правый слайд, насколько значимо, если сначала была терапия, а потом операция, как если бы мы делали наоборот. Вот. Кому выполнять цидоредуктивную нефрактомию? Замечательно, огромный аналитический обзор под групповой анализ. Обратите внимание, что если пациенты были моложе 62 лет, то им имело значение сначала терапия, а потом операция. Если больные были 62 года и старше, не имело значения, на каком этапе выполнять цидоредуктивную нефрактомию. То же самое распределение по полу. Если мужчин было меньше 70%, то не имело значения, когда. Если мужчин преобладало в популяции, их было больше, то для мужчин это наиболее важно, что сначала терапия, а потом цидоредуктивная нефрактомия. Пациентам с плохим прогнозом, если пациентов с плохим прогнозом было мало, меньше 35%, не имеет значения, когда. Пациентов с плохим прогнозом много, сначала терапия, потом цидоредуктивная нефрактомия. Что касается несветлоклеточного рака, несколько слов. Нет исследований более-менее приличных, чтобы я вам представила, по всему несветлоклеточному раку и иммуно-онкологической терапии. Здесь исследование, к сожалению, оно большое, всеобъемлющее, одно из самых больших, которые я видела, но 2006-2015 год. Соответственно, речь идет о таргетной терапии. И тем не менее, уже на фоне таргетной терапии для всех пациентов, независимо от гистологической формы опухоли, важно было выполнить циторедуктивную нефрактомию. Поэтому здесь выполняем всем. Папиллярный рак. Для этой формы уже есть данные по иммуно-онкологической терапии. Вы видите, отдельно как для светлоклеточного рака, так и для папиллярного рака выполнение циторедуктивной операции было актуально, а вот для папиллярного проведен подгрупповый анализ. И та терапия, которая на сегодняшний день является стандартом, это монотерапия к абазентинибам, медиана общей выживаемости здесь составила 12,7 месяцев, тогда как иммуно-терапия плюс таргетная терапия 17,4 месяца. Что касается саркоматоидной дифференцировки, это вообще отдельная категория больных, потому что мы с вами понимаем, что если мы будем тратить время зачастую в каких-то клинических ситуациях, если мы будем тратить время на операцию, то мы можем упустить момент, больной быстро генерализуется, и он не сможет получить ту пользу от лекарственной терапии, которую мог бы получить без этой операции. И вот это клиническое исследование, два очень серьезных центра, 159 пациентов, НИВА-ИПИ, иммуно-онкологическая терапия в монорежиме или иммуно-таргетная терапия использовалась только. И обратите внимание, несмотря на то, что 30 месяцев против 17, статистической достоверности это исследование не получило выполнять или не выполнять циторедуктивную нефрактомию. Конкретно интересный поданализ для 29 пациентов с большой опухолевой нагрузкой, которые получили сначала терапию, а потом циторедуктивную нефрактомию. И интересно, что для них общая выживаемость оказалась еще большей и оказалась 30,6 месяца. Теперь, конечно, нам интересно, если мы сначала полечили, потом удалили, какой будет лекарственный патоморфоз и как он оказывает влияние, в общем-то, на продолжение или на смену терапии и так далее, или на выживаемость вообще. 9 академических центров США, 52 пациента. Медиана до времени циторедуктивной нефрактомии составила 8 месяцев. Медиана наблюдения чуть более 2 лет. Как характеристика больных представлена слева на слайде, результаты. Снижение первичной стадии Т у 44% больных. Полный лекарственный патоморфоз 13% больных, частичный ответ 63%, стабилизация 29%, прогрессирование только у 4% больных. Если даже мы отнесем тех, у кого ответ неизвестен, к тем, кто спрогрессировал, 8% больных прогрессирование, если мы дадим инициально терапию. И при этом полный ответ мы получим у 13% больных. Поэтому, конечно, сначала лечим, а потом выполняем нефрактомию. И теперь перед вами 2 клинических наблюдения. Очень быстро. 61 год, огромный опухоль почки, метастазы в региональных лимфатических узлах, метастазы в лёгких. Множество метастазов. Метастазы в лимфатических узлах с давлением, с образованием конгломератов, с давлением нижней полой вены. По МСКСС прогноз промежуточный, хотя под большим вопросом, если учитывать некупируемый болевой синдром, то весь неблагоприятный. И по АМДС прогноз неблагоприятный. Начали лечить пембролизумабом с линвотенибом. Через полгода терапии на 42% снижение размера целевых метастазических очагов. По лёгким получен полный ответ. В принципе, мы к этому с вами привыкли. А вот посмотрите, как вела себя первичная опухоль уже через 3 месяца терапии. Это первичная опухоль, которая уменьшилась в размерах. Но и, обратите внимание, насколько структура её изменилась. И через 3 месяца терапии лимфатические узлы как себя ведут. Они уже представляются нам резектабельными, не сдавливают магистральные сосуды. И этому пациенту была выполнена нефродреналоктомия справа, забрюшенная лимфоденоктомия. При гистологическом исследовании как в первичной опухоли, так и в лимфоузлах третья степень лекарственного патоморфоза Палавниковой. В настоящее время пациент продолжает принимать системную терапию с эффектом полного ответа. А вот другое клиническое наблюдение. 66 лет, тоже большая опухоль. Обратите внимание, как выглядят метастатические опухоли, метастатическое поражение надпочечников. Он вообще к врачу пришёл, потому что у него живот перестал быть красивым. У меня кубики исчезли, какие-то бугры появились. Вот так выглядит опухоль через 3 месяца терапии, а вот так выглядит опухоль через 14 месяцев терапии. А теперь давайте с вами порассуждаем. Будем ли мы метастазы в лёгких полный ответ? И через 14 месяцев терапии мы видим опухоли, только кистозный компонент и такое редкое по диаметру продолжение накопления контрастного препарата. А теперь давайте порассуждаем. В каком объёме нам выполнять этому пациенту операцию? Цитуредуктивную нефрактомию и двустороннюю адреналоктомию. Метастатического больного мы обрекаем на заместительную гормональную терапию, но на почечниковую недостаточность до конца его дней. Поэтому, учитывая такой замечательный ответ, мы всё-таки этого больного продолжаем наблюдать. Ну и теперь наше будущее. Перед вами дизайн клинического исследования, рандомизированного клинического исследования, за которым мы, конечно, трепетно все находимся в ожидании, в трепетном ожидании результатов. Очень интересный по дизайну, который ответит нам на вопрос, когда, на каком этапе выполнять цитуредуктивную нефрактомию и приведёт ли это действительно к улучшению выживаемости, если на каком-то из этапов мы используем цитуредуктивную хирургию. Таким образом, в настоящий момент, конечно, требуются рандомизированные клинические исследования. Улучшаются показатели выживаемости, независимо от группы прогноза и гистологической формы опухоли. И, конечно, лучшие результаты получены, если сначала пациент получает системную терапию, а затем на этапе от 3 до 9, до года даже подключается цитуредуктивная операция. И, конечно, не каждому пациенту я бы рекомендовала цитуредуктивную нефрактомию, поскольку операция не должна приводить к ухудшению качества жизни и инвалидизации, и отсрочке жизненно важной лекарственной противоопухолевой терапии. На этой оптимистичной доте позволите закончить. У меня всё.